Сейчас очень модно среди педагогов и психологов раздавать родителям советы, что нужно делать с детьми, что не нужно, что правильно, что неправильно. Правда, в истории науки достаточно много психологических и социальных экспериментов над детьми, которые показывают, как ребенок ведет себя в той или иной ситуации и то, каким результатом приводит то или иное воздействие на ребенка. И в этом видео мы как раз подробно разберем эти эксперименты. И обязательно досмотрите это видео до конца. В конце расскажу про самый чудовищный эксперимент, за который в современном мире бы, конечно, дали уголовное наказание. Первый эксперимент касается младенцев, ну и первых лет жизни ребенка. До 40-х годов 20 века считалось, что в действительности главное обеспечить ребенка теплом, уютом и питанием, и удовлетворить его физиологические потребности. Ну а мама ребенку нужна как раз-таки для удовлетворения этих потребностей. Во время Второй мировой войны обнаружили, что в роддомах, где младенцев сразу забирали у матерей, достаточно высокая детская смертность. При этом никаких инфекций в целом нет, питание хорошее, тепло, уютно. То есть физиологических и физических внешних причин для смертей нет. Более того, дальнейшие исследования показали, что дети, которые оторваны от мам, они развиваются значительно хуже и с интеллектуальной точки зрения, и с точки зрения устойчивости их психики. И было довольно много экспериментов с обезьянками. И в итоге вот эта совокупность экспериментов привела к теории привязанности Джона Болби. В чем здесь смысл? Смысл в том, что для ребенка, для его психологического здоровья и физического здоровья крайне важно взаимодействие с мамой в первые дни, месяцы и годы жизни. То есть мама должна удовлетворять потребности ребенка при первом требовании. Ребенок должен коммуницировать с мамой. Она желательно должна постоянно находиться рядом с ним, держать его на руках. И вот в таком случае у ребенка развивается здоровая привязанность с родителем. И далее вырастают более психологические и физически здоровые дети, у которых есть вот такая опора в виде вот этой привязанности. Поэтому на основе вот этой совокупности экспериментов даже поменяли условия в роддомах во всем мире. И как только ребенок рождается, его сразу отдают маме. Поэтому не отрывайте младенцев от мам, ставьте лайк этому видео. Ну а мы идем дальше. Следующий эксперимент касается темы обучения. Он описан в книге Малкульма Гладуэла «Гений и аутсайдера». Большое лонгитюдное исследование. Лонгитюдное означает, что проводится эксперимент достаточно длительное время. И ученые исследовали разные виды развития ребенка. Думали, что можно это как-то классифицировать, но в итоге пришли к выводу, что виды воспитания и развития ребенка делятся всего на два вида. Естественное развитие. И это метод развития, который подразумевает, что родитель считает, что ответственность за обучение ребенка – это задача детских садов, школ и в целом государства. А вообще задача родителя – просто любить ребенка и никак его не развивать. Летом ребенок должен отдыхать, играть, бегать, но только не учиться. Другие родители, их ученые назвали прибеженцы совместного развития, это те, кто с ребеночком, условно, возился. Водили его на разные крошки. Летом организовывали какие-то дополнительные занятия, как по учебным, так и внеучебным предметам. По результатам вот этого длительного эксперимента, когда эти дети выросли, ученые поняли, насколько существенная разница в различных сферах у этих детей. Приверженцы совместного развития и были успешнее и социально более адаптированными в жизни. То есть у них было больше друзей, семейные отношения лучше, людей, которые в семейных парах состояли. Лучшая работа, лучший уровень заработка, лучший уровень здоровья и так далее. То есть куча-куча параметров. Когда начали разбираться, почему так происходило, пришли к выводу, что в действительности интеллектуальный уровень ребенка, его способности, его навыки развиваются постоянно. И когда родители вводят на какие-то дополнительные секции кружки, ребенок, соответственно, приобретает новые навыки. Учится взаимодействовать не только в своей социальной группе в классе, с детьми, с которыми он привык, а с новыми детьми, с новыми взрослыми. Учат коммуницировать, встречается с проблемами, учится их эффективно решать. И вот результат такого развития как раз-таки показывает, насколько подход, когда родитель включен в процесс обучения, более выгоден в долгосрочной перспективе. Ну, а вообще, с точки зрения обучения, родителю еще важно создать такую среду, где ребенку комфортно и интересно учиться. Ну, потому что потребность в обучении в ребенка встроена изначально, то есть ребенок хочет учиться. Просто если его учить неправильно, если его много критиковать, то желание к обучению атрофируется. И вот то, как выстроить такую среду, где ребенку интересно и хочется обучаться, я рассказываю на своем интенсиве для родителей, ребят с 1 по 8 класс. Там вы узнаете, что нужно делать для того, чтобы ваш ребенок полюбил. Учиться, чтобы он учился с интересом, и чтобы у него повысилась успеваемость. Ссылочка на регистрацию внизу. Я говорю, переходите, регистрируйтесь и жду вас на этом мероприятии. Ну, а мы движемся дальше. Следующий эксперимент не является в чистом виде экспериментов. Это скорее такой опрос, который статистически подтвержден на достаточно большой выборке. В чем его смысл? У детей, которые росли в детском доме, когда они выросли, спрашивали про их воспоминания и кого они из преподавателей, нянечек, педагогов помнили. И самое интересное, что большинство ребят вообще никак не помнили и не испытывали никаких чувств к нянечкам, которые их обслуживали. То есть, фактически, это люди, которые днем и ночью были с ребятами, проводили с ними много времени, кормили их, убирали за ними, в общем, много взаимодействовали, удовлетворяя базовые потребности. При этом дети великолепно помнили людей, с которыми они, внимание, барабанная дробь, играли. То есть, люди, с которыми ребенок в детстве много играет, получает много внимания, положительных эмоций, дети такие моменты очень хорошо запоминают. Кстати, вот такая несправедливость, которую очень не любят мамы, которые о ребенке заботятся, но сильно устают и сил играть с ребенком не хватает. А папа приходит с работы, играет с ребенком, они веселятся, при этом папа никак ребенка с точки зрения удовлетворения его базовых потребностей не обслуживает. При этом в подростковом и в более взрослом возрасте ребенок помнит как раз таки, как они с папой играли, ходили на рыбалку, катались на велосипедах, в общем, помнит эти ситуации и абсолютно не помнит, как мама для него что-то делала. Это очень обидно, но вот это научный факт. Поэтому, если хотите остаться в памяти своих детей какими-то яркими, положительными образами, то больше играйте со своими детьми и давайте им яркие эмоции и впечатления. Кстати, поделитесь в комментариях, есть ли у вас проблемы с поиском игр для ваших детей, которые будут интересны и вам, и им. В какие игры играете и какие эмоции при этом у ребенка появляются. В общем, очень интересно почитать, пишите в комментариях. Ну а мы движемся дальше и следующий эксперимент, наверное, самый популярный, возможно, вы о нем слышали. Это так называемый зефирковый эксперимент или эксперимент Уолтера Мишлен. Это в действительности такой гениальный эксперимент, который один из единственных, который определяет, насколько будет успешен тот или иной ребенок, насколько качественно его жизнь сложится, насколько хорошо сложится, насколько каких-то результатов он в жизни добьется. Как бы странно это ни звучало. Кстати, например, тесты IQ, тесты Айзинга, тесты Бене не дают такой прямой связи и корреляции. В чем был смысл эксперимента? Было множество экспериментов, да, но такой самый популярный с ребятами, где-то от 3 до 5,5-6 лет, значит, детям предлагали следующее. Смотри, ты можешь вот эту зефирку съесть сейчас, можешь подождать 15 минут, и тогда я тебе принесу еще одну зефирку, и вот у тебя будет 2 зефирки. Надо, значит, упомянуть то, что эти эксперименты проводились в конце 60-х, 70-х годах, где зефирка для ребенка – это большая ценность. И здесь ученые ввели понятие «отложенное удовольствие». То есть те дети, которые могли сдержаться, которые могли потерпеть вот эти 15 минут для того, чтобы получить в итоге 2 зефирки, они в своей взрослой жизни добивались больших успехов. У них и уровень образования был выше. Индекс массы тела был меньше, да, то есть они меньше страдали от ожирения и других зависимостей. То есть в действительности по огромному количеству параметров дети, которые могли потерпеть и получить отложенное вознаграждение, превосходили детей, которые сразу съедали зефирку. Следующий эксперимент будет очень полезным для родителей. Его провела такая ученая Диана Баумринт, и он касается стилей воспитания. Многих родителей беспокоит вопрос, как правильно воспитывать ребенка. Вот здесь как раз-таки даются характеристики этих моделей. Так, какие есть стили воспитания? Первый стиль либерально-попустительский. Что это за стиль? Это когда родители безмерно любят своего ребенка и позволяют ему все, что угодно. То есть он ведет себя как угодно, его все потребности удовлетворяют, удовлетворяют, ничего не запрещают, но в народе называется избалованные ребята. Какие проблемы здесь возникают? Ну, понятно, да, что ребенок, который воспитывался вот в таком стиле, привыкает к тому, что все вокруг удовлетворяют его потребности, вообще нет никаких ограничений, никаких норм, ему все можно, все позволено. Когда такой ребенок выходит в реальный мир, и оказывается, что другие люди не особо хотят удовлетворять все его потребности. Более того, в обществе есть какие-то нормы, какие-то ограничения, это можно делать, это нельзя делать. И у такого ребенка сразу возникает огромное количество проблем, огромное количество конфликтов, да. Поэтому у таких взрослых выросших, да, огромные проблемы как во взаимоотношении с другими людьми, так и с законом. Другая, не очень хорошая модель поведения, так называемая авторитарная или тоталитарная. В чем смысл? Здесь родители очень жесткие, есть очень жесткие правила. Родители не считаются с чувствами ребенка, не считаются с его мнением. И при такой модели ребенок абсолютно растет, значит, социально таким адаптированным, да, очень легко встраивается в любые правила, потому что вся жизнь его состояла из правил и ограничений, но при этом не может отстаивать свою точку зрения. Более того, психологический уровень комфорта у таких людей очень низкий, потому что они не понимают, чего в действительности хотят, поскольку родители не позволяли им прислушиваться к своим чувствам, к своим желаниям. Были какие-то правила, и им приходилось подчиняться. Поэтому такой стиль воспитания тоже не очень хороший, поскольку негативных моментов достаточно много. Ну и самый правильный с точки зрения Baumrind, с точки зрения этого эксперимента стиль воспитания – это авторитетный, ну или демократический. В чем смысл, да? Смысл в том, что чувства и эмоции ребенка признаются, родитель понимает, что у ребенка есть его потребности, у ребенка спрашивают то, что он хочет, с другой стороны, у ребенка есть ограничения. То есть, родитель спрашивает ребенка, что он хочет, при этом, если потребности ребенка, желания ребенка не вписываются вот в канву каких-то, значит, правил, да, то эти потребности не удовлетворяются. То есть, у нас есть, значит, правило ложиться в 10 часов вечера, да, и ребенок должен их соблюдать. Далее есть наказание за неисполнение вот этих правил. То есть, родитель расстраивается, значит, говорит, да, мне очень жалко тебя наказывать, но вот мы с тобой заранее договорились. Более того, ребенку объясняется, почему так делать нельзя, да, причины, почему эти правила введены, ну и, соответственно, за нарушение правил вводятся какие-то наказания. И в такой ситуации ребенок растет с пониманием себя, да, потому что знает, что родители его, с одной стороны, любят, с другой стороны, прислушиваются к его мнению, к его эмоциональному, чувственному состоянию, да, его мнение важно, и ребенок понимает, да, что я в этом мире важен, мое мнение тоже важно, и с ним должны считаться. С другой стороны, ребенок растет социально адаптированным. То есть, он понимает, что в мире есть другие люди, есть какие-то законы, есть правила, и для того, чтобы хорошо, нормально существовать, нужно эти правила также соблюдать. Поэтому, если выбираете между стилями воспитания, если узнали себя в одном из негативных стилей воспитания, то самое время поменять стиль на более эффективный, потому что результаты вам, скорее всего, точно понравятся. И, как обещал вам, рассказываю про самый жесткий эксперимент, который еще в психологии называется чудовищный эксперимент. Его провели в 1939 году в университете Аювы, и цель его была подтвердить теорию о том, что проблемы с речью, в частности, заикание, может возникать и у здоровых детей. И взяли детей из приюта, разделили на две группы. Контрольная группа, значит, с ними нормально разговаривали, учили их общаться, формировали у них речь, в общем, стандартным способом, как все мы, наверное, с нашими детьми и поступали. А вот с основной группой делали следующие страшные вещи. Детей постоянно критиковали. Как только они допускали в речи какие-то ошибки, эти ошибки повторяли, высмеивали, передразнивали ребят и так далее. И вот процесс формирования речи проводили вот в таком жестком, грубом формате. Что в итоге получилось? В итоге получилось две очень страшные вещи. Во-первых, дети, которых критиковали, даже абсолютно здоровые, начали заикаться. У них были проблемы с речью. Многие начинали говорить значительно позже. И самое страшное, что с возрастом эти проблемы не прошли. То есть многие из этих ребят заикались в дальнейшем всю жизнь. В итоге в 2000-х годах тем, кто остался еще жив, даже университет Айовы выплатил компенсацию за вот этот эксперимент. Одна из девушек, которая этот эксперимент проводила, очень по этому поводу страдала и фактически всю жизнь пыталась вот этим ребятам помочь, но безуспешно. Ну а второй негативный момент это то, что эти дети начинали поступать также с другими детьми. То есть вот эту модель поведения, передразнивания, критику, гнобление они в себе приняли и начали также взаимодействовать с другими детьми. Этот эксперимент очень показательный, потому что, как вы понимаете, можно перенести на любую сферу. Если с речью это понятно, то все, что касается интеллектуального развития ребенка, эмоционального развития ребенка, когда вы ребенка критикуете, высмеиваете, у него происходят вот такие определенные изменения, которые с возрастом даже восстановить не получается.